Давайте, молимся. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами в этот вечер, сохрани нас любви, согласия, единомыслия по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Сын и Святой Дух. Сейчас, секундочку. Сейчас, минутку. Еще. Вождите, пожалуйста. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня 6 февраля 2019 год. Следующая тема. Бог слишком добр, чтобы кого-то осудить на вечное мучение. Что сказать можно таким людям? Послание Иеремии, 7 глава, 16 стих. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения и не ходатайствуй предо Мною, ибо Я не услышу Тебя. Урок языки 33, 11. Скажи им, живу я, говорит Господь, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев. Римлянам 2, 24. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Иоанна 8, 21, 24. Опять сказал им Иисус, я отхожу и будете искать меня и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Евангелие Таана 5, 40. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. 2 Петра, 3 глава, 9 по 11 стих. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прийдут. Стихи же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам? 2 Петра, 2 глава, 4 по 9 стихи. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив их на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота утомленного обращения между людьми неистово развратными избавил, ибо сей праведник, живая между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Лука 13, 3. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. В Галатам 6, 7. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. О Боге и Его всепрощении, о Его милости, мы не знаем ничего, кроме того, что об этом сказано в Библии. Все остальное люди сами придумывают по дерзости ума своего. Пожалуйста, вопросы. Кому приходилось с такими людьми встречаться, что вот, да Бог добрый, да все простит. Ну, а раз все простит, то и грешить можно, если так рассуждать. Мир вам, это Роман Фроликов. Самое главное, что не просто грешить, а тогда не нужна жертва Христова. Что он и так, там, через миллион, через миллиард лет все равно простит. Ну, да, смысл понятен. Если простит, зачем тогда сам себя в жертву принес? Смысл тогда жертвенности, умилостивления Бога тогда отпадает, раз прости, значит. Бог ничего никому прощает, не прощает просто так. Возмездие за грех, смерть. Римлянам 6.23. Еще такое место можно привести. Смерть. А как говорит апостол, если Христос не умер и не воскрес, то мы еще во грехах наших. То есть, наша вера тщетна. То есть, это говорят люди, которые не любят Христа. Они забывают о нем. Ну, вот поэтому им и надо постоянно богорестовывать. Потому что мы забываем. Они же называют себя христианами, когда-то же они поверили в это. Потом забыли. Даже есть такое учение, что, я сейчас не помню, как оно называется, кто помнит, что муки вечные, о которых говорится в Библии, на самом деле не вечные. Они все равно когда-то кончатся. Через миллиарды лет или миллионы, неважно. И все станет, что Бог во всем. Такое место писания они приводят. Все равно, в конце концов, Бог все равно всех простит, потому что имя его – любовь. Да, Осипов об этом говорит. Да. Осипов об этом говорит. И многие даже восстали, я слышал, против этой ереси. Но толку-то что с того? Он говорит одно, а другие говорят другое. Кому верить? И он вроде многое по Библии говорит, а то описание-то и говорит, что должно прийти разделение. То есть, они будут неименуемы. Одни будут в одну сторону, на правой листии, другие – налево. Почему мы перед каждым занятием молимся? Не дай, Господи, уклониться от истинного понимания смысла. Смысл этого лжеучения заключается в том, что греши, и Бог тебя простит. А смысл истинного учения – не греши, и Бог тебя не прости. Вот и все. А все прощения и затака говорят баптисты и свидетели Ибовы. Это я сама слышала от них. А какое место в Писании говорит, что Бог за такт не прощает никак? Возмездие за грех – смерть. Ну, смерть, они говорят. Ну, это все мы помираем, это и понятно. Все мы грешные, но мы грешили. Поэтому умрем, и потом воскреснем, и будем ураивать. Его это место не убеждает, но ничего. Ну, вот то, что… Это Арман Фроликов. То, что я уже сказал, то жертва тогда не нужна. Если он за такт прощает, тогда не нужна жертва Христова. Слава ему, Господу. Ну, он же наказал меня смертью телесной за грехи, и все. И этого достаточно. Ну, тогда жертва Христова не нужна, опять-таки. То есть, если он прощает. А раз жертва Христова есть, значит, он просто так не прощает. Значит, нужна еще вот жертва Христова. Хвала ему, Господу Башему. Ну, я верю в эту жертву. Фектант говорит, я верю. Ну, она не нужна тогда. А он верит, но она Богу не нужна. Это тогда пустое действие, если он все равно прощает. Ну, вот так вот. Да, если бы Бог запроса так прощал, какой бы смысл ему отдавать Сына Своего Единородного? Дабы всякий верующий в Бог не погиб, запятая, но имел жизнь вечную. А в вечности идет вечность. В вечности Бог не может простить и пустить в рай вечное осуждение человека, грешника. Кто-то должен умереть, умереть за то, что он, этот человек, грешил. А я покаялся, я уверовал. Все, мне теперь, я спасенный. Я уверовал, что все. То, что я когда-то грешил, за это я вот умру, на могиле меня похоронят. Все. А все места Писания, которые про соблюдение заповедей говорят, они как-то отбрасывают? Да, они соблюдают заповеди. Я говорю, я соблюдаю. Все. Он соблюдает заповеди. Он не убивает, не крадет, верит, что Христос умер за его грехи. Но он верит, что Бог прощает просто так. Он и не исцелетуется, не прочищается, потому что он не принимает. Христос же учил, кто не будет есть плоти и крови моей. Он говорит, да, это только воспоминания. То, что вот он за нас умер, и ничего такого в этом нет. Не верят. Гармо. Но другого объяснения нет. тут только жертвы Иисуса Христа, хвала ему. Поэтому вот это благовестие, это самое основное Евангелие. Так, ну еще вопросы по этой теме прочитанному есть? В этом все. Да. Ну вот Наталья говорит, надо в Библии верить, и все изречения и учения по Библии сравнивать. Если в Библии сказано о вечных, о тех же мучениях, что щерк не умирает, огонь не угасает, почему мы должны верить тому, кто говорит, что умирает и гасает. Не сходится. А то, что сказано, что Бог любовь, но это не говорит о его все прощения всем и вся. И еретиков Бог, он сказал, что не простит, если не покажется. Любовь его заключается в том, что он с собой пожертвовал. А не в том, что он всех прощает. Да. То есть, якобы всех прощает. Он не прощается. Ну, они еще могут говорить, да, он прощает не раскаившихся. Мы-то раскаялись. Мы-то сектанты-юридники раскаялись. Мы в него верим, мы молимся, мы в церковь ходим. Православные добавят, исповедуемся, причащаемся. У них это главный козырь против сектантов. А сектант тоже, он может сказать, у нас тоже есть иистов, и причастия. И алтубаптистов, и пятидесятников видел, что они... Вместо вина, правда, у них сока, вместо хлеба печенье. Ну, такое вот кощунство, на мой взгляд, такое извращение. Говорят, у нас это есть, мы все верим, почему бы Богу нас не простить. А когда им говорят, что они вне церкви, они говорят, а что такое, где двое или трое соберутся, там и церковь. Не соберутся, а собраны во имя мое, Духом Святым, должно быть священством, руки священника. Так, ну раз больше нет, давайте идем дальше, следующую тему. Вот, есть еще такая категория людей, которые говорят, ну, вроде как бы, хорошо, я попробую быть христианином, вроде как бы, ты меня уговорил, я попробую, а дальше там уж как получится. То есть, такое вот у него сомнение, и как вот с такой категорией людей, о чем с ними, в первую очередь, нужно сказать. Евангелие от Иоанна, первая глава, двенадцатый стих. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами божьими. Деяние 16, 31. Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой». Не пробовать, а довериться Христу необходимо. Откровение 2, 10. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Римлянам 3, 25 стихи. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Вот о чем Роман Фроликов и говорил. «Жертву умилостивления». Чтобы Бога умилостивить, чтобы Он простил нас, нужна обязательно жертва. А это жертва – кровь Его через веру. Так нам в это веровать надо. Потому что есть люди, которые прочищаются, тело и кровь, но совершенно не верят и не знают о Христе и жертвах Голгоговских. Просто не знают, и все. И вот в таких людях написано, кто будет есть тело мое, пить кровь мою, чашу Господнюю, недостойно, не рассуждая о теле Господнем. Потому что многие из вас больные и немощные, и немало умирают. То есть умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Вопросы? Еще одна категория людей, которые говорят о себе так. Я чувствую, что я приду на небо, что я буду спасен. Вот что таким людям нужно говорить. Чувствующим. Евангелие Аттаана 3.36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. То есть этот человек в Сына не верит во Христа, не верит. Ну вот у него чувство такое, что он в рай попадет, и все. Что это за чувство, откуда чувство у него? У миллиарда мусульман такое чувство, что они позорут себя вместе с собой. Человек 20-50 лучше, если даже неверных, то Аллах простит и все, и возьмет на небо. А вот это место им прочитает, что не увидит жизни, гнев Божий на тебе, тем более ты убийца, то есть только человек над собой убил. Так его научили, лжеучение. У Бога нет Сына, так их учат. Разве у Бога может быть Сын? Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стихи. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив, ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел управданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Первое послание Коринфянам, шестая глава с девятого по одиннадцатый стих. Или не знаете, что неправедные царства Божие они наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники царства Божие они наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Первое Иоанна, вторая глава, двадцать восьмой стих. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Первое Иоанна, пять, четыре, четвертый, пятый стихи. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сияя есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир? Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сюда относятся и все, утверждающие, что они спасены, хотя ведут греховную жизнь. находятся в ереси и в секте. Но вне церкви нет спасения никому. Чувства эти обманчивы. есть такое понятие «излишнее надеяние на Бога». На Бога надейся, еще мудрость такая народная, говорит, а сам не плашай, ты надеешься, что Бог милостив тебе, а сам, почему до сих пор в секте находишься, почему не уверовал в истинную веру православную не принял, что тебя в ней не устраивает. И еще есть такое, «кто не познал, ков мать, тот не познал Бога Отца». По-другому немножко говорит, «кому церковь не мать, тому Бог не отец». Иисус Христос основал церковь, церковь в единственном числе, он сказал, нигде о церквях не говорится, кроме того, как о поместных церквях, то есть, о местности говорится. Православная церковь одна, но есть русская православная церковь, есть армянская православная церковь, американская, всякие там, я не знаю, американская есть или нет, за границей называются. Американская есть какая-то. Но она одна, православная. Учение одно, каноны одни, толкование одно. Везде единомыслие. Церковь одна. А инакомыслящие, они вне церкви, они сами себя этим инакомыслием отлучили от церкви. Все. Находится в ереси. У любого еретика спроси, что такое ересь. Он глазами хлопает, не знает. Ересь это заблуждение, которое разнится с учением церкви. Вопросы. Так, еще одна. Категория людей. Отпаршие. Беспечные. Прокоремия 2 глава 5 и 32 стихи. Так говорит Господь. Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились. Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой. А народ мой забыл меня, нет числа дня. Рукойся, 14 глава 2 по 5 стихи. Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас. Не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, Боги наших. Потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. книга притчей 14.14. Человек с разращенным сердцем насытится от путей своих и добрый от своих. Третье царство 11.9. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце от Господа Бога Израилева, который два раза являлся ему. Так, пожалуйста, Игнат Тихонич, есть что сказать? Нету пока. Так, просятся еще. Так, секунду, подождите. Так, спасибо. Притча 14.14 Человек с разращенным сердцем насытится от путей своих И добрый от своих Третье царство 11.9 И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева Который два раза являлся ему Книга пророка Амоса 4 глава с 11 по 12 стих Производил я среди вас разрушения Как разрушил Бог Содом и Гоморру И вы были выхвачены, как головня из огня И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь Посему так поступлю я с тобой, Израиль И как я поступлю с тобою, то приготовься к встретению Бога твоего, Израиль Евангелие от Луки 15 глава с 13 по 17 По происшествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону И там расточил имение свое, живя распутно Когда же он прожил все, настал великий голод той стране, и он начал нуждаться и пошел Пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи Но никто не давал ему Придя же в себя, сказал Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода Так, идем дальше Следующая категория людей Те, которые скорбят о своем удалении и тоскуют, желая вернуться к Господу Иди и превозгласи слова сии к северу и скажи Возвратись, отступница дочь Израилева, говорит Господь Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь Не вечно буду негодовать Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего И распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом А глаза моего вы не слушали, говорит Господь Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашего поколения Микрофоны, пожалуйста, выключайте По-моему, Шепелев шумит Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш Про Керемия 29, 11, 13 Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, я услышу вас И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим Второзаконие, 4 глава, 28 по 31 стихи И будете там служить другим богам, сделанным руками человеческими Из дерева и камня, которые не видят и не слышат И не едят, и не обоняют Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоей Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствии времени То обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь глаза его Господь, Бог твой, есть Бог благий и милосердный Он не оставит тебя и не погубит тебя И не забудет завета с отцами твоими, которые он, клятвою, утвердил им Вторая книга, 7 глава, 14-15 стихи И смирится народ мой, который именуется именем моим И будут молиться, и взыщут лица моего И обратятся от худых путей своих То я услышу с неба и прощу грехи их И исцелю землю их Ныне очи мои будут отверсты и уши мои Внимательны к молитве на месте всем Вторая полипоменом, 15-4 Но когда он обратится в тесноте своей Господу Богу Израилеву И взыщет его Он даст им найти себя Пророк Исайя, 43 глава, с 23 по 25 стихи Ты не приносил мне ангцев твоих во всесожжение И жертвами твоими не чтил меня Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением И не отягощал тебя химиамом Ты не покупал мне благовонной трости за серебро И туком жертв твоих не насыщал меня Но ты грехами твоими затруднял меня Беззакониями твоими отягощал меня Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого И грехов твоих не помяну Пророк Исайя, 44 глава, 20 по 22 стихи Он гоняется за пылью Обманутое сердце ввело его в заблуждение И он не может освободить души свои и сказать Не обман ли в правой руке моей Помни это Яков Израиль, ибо ты раб мой Я образовал тебя Раб мой ты, Израиль, не забывай меня И сглажу беззакония твои, как туманы И грехи твои, как облака Обратись ко мне, ибо я искупил тебя 1 Иоанна, 1 глава, 9 по 10 стихи Если исповедуем грехи наши То он, будучи верен и праведен Простит нам грехи наши И очистит нас от всякой неправды Если говорим, что мы не согрешили То представляем его лживым И слова его нет в нас 1 Иоанна, 2 глава, 1 по 2 стихи Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали А если бы кто согрешил То мы имеем ходатая перед Отцем Иисуса Христа, Праведника Он есть умилостивление за грехи наши И не только за наши Но и за грехи всего мира 1 Иоанна, 2 глава, 7 стих Но идите, скажите ученикам его И Петру, что он предваряет вас в Галилее Там его увидите, как он сказал вам Почему здесь сказано и Петру Потому что вот он был вот Такая категория отчаявшихся людей Что вот Бог меня не простит И он ученикам сказал, что Именно Петру скажите, что я предваряю А раз предваряю, значит простил Пусть он не думает обо мне Что вот Я такой немилостивый Но нужно не путать вот именно С той категорией людей Петр-то он плакал, написано Сколько Поэтому Бог, видя его сердце раскаянное Просил ему А если лукавые люди, которые не каятся Вот я буду грешить, грешить А потом за день до смерти покаюсь И вот Обычно такие молодые люди говорят Да, это в церковь, это одни бабки ходят Вот стану я стареньким Тогда, может быть, пойду Другой вопрос Станешь ты стареньким или нет Бог так сделал, что человек Не просто смертен, а внезапно смертен Как у Булгакова Вписано было Так Ну, вопросы у кого есть? Нет вопросов у прочитанного Дальше тогда прочтем еще одну тему Есть такая категория людей, которые говорят о себе Что я слишком великий грешник Тоже сомневаются в том, что Бог простит его Потому что, как им кажется, что очень велики грехи Которые они сделали в жизни своей Что можно сказать таким людям в утешении? Порок Исаия, первая глава С 16 по 18 стихи Помойтесь, очиститесь Удалите злые деяния Ваши от очей моих Перестаньте делать зло Научитесь делать добро Ищите правды Спасайте угнетенного Защищайте сироту Вступайтесь за вдову Тогда придите и рассудим Говорит Господь Если будут грехи ваши, как багряная Как снег убелю Если будут красные, как пурпур Как волну убелю Прок Исаия 44, 22 И сглажу беззаконие твои, как туман И грехи твои, как облако Обратись ко мне, ибо я искупил тебя Книга Иова 31 глава 33 по 34 стихи Если бы я скрывал Проступки мои, как человек Утаивая в груди мои Пороки мои, то я боялся бы Большого общества И презрение Одноплеменников страшило бы меня И я молчал бы И не выходил бы За двери 1 Иоанна 4, 14 И мы видели и свидетельствуем Что Отец Послал Сына Спасителем миру Исайя 43, 25 Я Я сам и сглаживаю Преступления твои ради себя самого И грехов твоих не помяну Рок Исайя 53 глава 5, 6 стихи Но он изъязвлен был за грехи наши И мучим за беззакония наши Наказание мира нашего было на нем И ранами его мы исцелились Все мы блуждали как овцы Совратились каждый на свою дорогу И Господь возложил на него грехи всех нас 1 Петра 2 глава 24 стихи Он грехи наши сам Вознес телом своим на древо Дабы мы Избавившись от грехов Жили для правды Ранами его Вы исцелились Иоанна 1 глава 29 стихи На другой день видит Иоанн идущему к нему Иисуса и говорит Вот агнец Божий который берет на себя грех мира Деяние 10 глава 43 стихи О нем все пророки свидетельствуют что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его Евреям 7.25 Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу Будучи всегда жив чтобы ходатайствовать за них Вопросы Еще одна категория людей которые говорят не могу прощать Слание Галатам 5 глава 14 стих Ибо весь закон в одном слове заключается Люби ближнего твоего как самого себя Матфея 6.12 И прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим Матфея 6.15 А если не будете прощать людям согрешения их То и отец ваш не простит вам согрешений ваших Вопросов А вот это как понятие любишь как самого себя? Ну в данном консекте ты хочешь чтобы тебя прощали люди Ты же все равно невольно можешь кого-то обидеть нечаянно На тебя кто-то обиду затаит и ты будешь чувствовать себя в неловком положении Что он зная что он хочет тебе отомстить там пакость какую-то сделать А ты просишь у него прощения искренне а он тебя не прощает Вот хочешь в такую ситуацию попасть Да нет же конечно кому же охота то Знаешь что на тебя кто-то зуб точит или там как говорится камень на пазух одержит Нет конечно поэтому и сам ты не будь таким прости Наплевать да забыть И все Вот в этом и любовь заключается Пожертвуй своей как говорится Гордыней Гордыней да Вот как ты посмел меня такого великого и могучего обидеть Да кто я такой Я сам обидчик Ты чего мне обижаться Сам сколько пакостей наделал-то людям Мне ли обижаться Игнатий Хачь вам слово Пожалуйста В житиях святых описывается один случай Священник с диаконом были большие друзья Диакон не Кипр а он Евагрий Ну что-то случилось и он посчитал себя обиженным Этот заболел И Кипр просит священника простить Я больной И видно не выражу Наверное не выживу Наверное последняя степень кишечника Раком четвертая степень Это я на сегодня говорю А тот священник говорит Не прощу тебя ни в семь веке ни в будущем И когда он сказал А не Кипр-то лежит и смотрит А ангел подошел И ангел подошел И мечом ударил его И сразу убил А этот стал здоровый Болезнь ушла А тот умер Умер то что инфаркт там инсульт там Что-нибудь такое то знают люди то А он видит ангела Так вот теперь ссылается на этот пример Простить легче Зачем держать в душе Это тяжело для сердца Тем более человек просит Речь идет А именно просит Я виноват Ты прости меня Я вот больной Умираю Даже не виноват Прости меня Никак Не дай бог Встречались с меня такие люди Она беременная А другая подошла к ней и говорит Ты вот стираешь белье там Беременная то Прости меня Прощу на воскресенье то Ну мало ли что то было Ты там не расслышала И То ты не виноват совсем Она нет Она и говорит Ты стюра Стюра это Анастасия Ты вот Беременная Ты ты сына поберегла бы Прости Ты сейчас внутри себя эту решетку то Возвигла Держишь она Никаких Пацан родился Ухо одного нету То есть она плохо слышала И видимо отразилось это И он родился Совершенно ухо нету Ну так остальное то у него все нормально Там бабка все молились Тоже нам пример Человек когда свободен У него все по другому Вот сегодня Мы в этот чат рулетку то опустились Ну я тут Володя ушел Я тоже один И вот с одним мужчиной познакомились А я говорит к вам сразу расположился А почему А я по глазам вижу Вы не обманывайте Вы какой есть Такой и есть Вот Все на бирже Это Профессор Этот Евстигнеев говорил Точно так Мы Знаем Писатели пишут Но они лукавят И с ними встречаешься Когда они совсем не такие Она меня показывает А вон вот его книги то Это Евстигнеев Проректор по учебной части Борис Васильевич Семкин Говорит Я считаю в книгах И смотрю на него Один к одному все сходится Во-первых на душе легко Прости нам как Прощаем мы Прости нам долги наши Я скажу и мы прощаем дождиком нашим Эта молитва звучит так Не прощай мне потому что я не прощаю Это одно и то же Поэтому этот грех очень серьезный грех Надо научиться так чтобы прощать А скажет такой ватник Он все Никакой гордости нету За себя постоять не может А нам гордость не нужна Мы христиане Это было Тихон Задонский Он епископом был Ну пришел какой-то дворянин молодой Он его стал говорить и Как-то обличил Крепко видно А тот взял его как ударил По щеке Епископ это Тихона А он на колени сразу встал И говорит прости меня Я тебя до этого раздражения то довел Прости меня Тот сразу упал Тоже запахнул Это я виноват Что я сделал Епископа ударил Вот такое дело То есть Есть такие примеры Которые показывают Гнев Человека не творит правды Раз А второе Вот мы зашли в этот чат И постоянно Я не хожу в церковь Потому что патриарх не такой На патриарха Сильно-сильно Недовольные люди Вот часы Там у него машина Там отнимал квартиру У кого-то Ну я знаю это И Андрей Кураев признает Было Говорит Ну такое время было Там табаком Торговал Миллиарды эти наживал Я говорю Зачем нам это знать-то Он все равно со мной делиться не будет А я буду говорить только согрешать Не надо ничего Помолись о нем Да и дело-дело Иди на благовестие Вот когда люди не идут на благовестие проповедовать У них много свободного времени А ты начни проповедовать Да евангелие еще когда Ладно таких-то не было Самые Мы были когда мы печатали листики Времени совершенно нету На благовестие идешь У тебя минуты одной нету Да не рядом А надо соседней деревне Или мы едем Километром за 250 Да вернуться еще надо Благовестие Вот бесноватого Христос исцелил А он просится С ним пойти А он его не расставил А ты говорит Иди и благовествуй Бесноватый Здоровый стал Я с Господом хочу Не надо за мной ходить Пятки мои Наступать на пятки Иди домашним Домой и благовествуй Он пошел по городу Начал говорить Всем Это на любой вопрос Иди и благовествуй Это не просто говорить Не надо думать Что это зря сказано Отошел Спасибо Христос Спасибо Христос Еще вопросы Час прошел Пожалуйста Вопросы Может не по теме Можно Ну да Значит я права Абсолютно Все Спасибо Христос И еще Кто-то там дома Показывай Показывай Или каким-то Пятым номером В конце 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 Ты знаешь, сестра, вот когда мы Потеряевку начали восстанавливать, нам говорили, назовите ее Лапкино. Лапкино, то есть мы все Лапкино приехали-то, а мы говорим, нет. Мы восстанавливаем то, что там есть, оставляем старое название, потому что те люди тоже страдали, они мучились там и то другое. А где-то наоборот надо сделать, потому что опускаются, но я хочу, чтобы в самом названии звучало Слово Божие. Идите по изгородям, зовите всех. Я взял эпиграф, и теперь у меня параллельно два идут канала, ну не канала, а там под канала. Тоже такое взятое из Михея, пророка Михея. Когда с Володей, я туда оставлю. Когда один сюда, к Луке. Вот так. А Сергей, я помолился и сказал, Господи, Сергеев талант дай мне, как Елисей молился, чтобы дух Ильи на нем был. Вдвойне. И у меня все говорят, вам вдвойне я Господь-то дал-то. Ну, конечно, парализованный лежал. Я даже голос потерял. И Христос вам за работу вашу, за труды. Да, слава Христу. Не слышно ни слова. Ни слова не слышно. Не слышно. Нету, нету, не слышно. Что-то там мне подключили. Не слышно, да? Вот сейчас слышно. Давайте, говорите. Игнатий Тихонович, вот Сергей умер. Молитва, как его поминать. Господи, помяни раба Твоего, новопредставленного Сергея, и помоги ему пройти по мытарствам. Господи, припомни его страдания. И посели его в месте светлого, в месте прохладного, откуда отбежит всякая печаль и воздыхание, но где пребывает жизнь бесконечная. То есть, тут несколько вариантов существует. Ну, один раз так прочитаю. Упокой, Господи, душу, усовши араба Твоего, яка в житии семья, как человек согрешил. Ты же, яка, человека любец Бог, прости его и помилуй. И вечной муки избави. Небесному царству присядь, не каучини. И душам нашим полезное сотвори. Вот так можно. Аминь. Аминь. Новопредставленный он до каких пор? Сорок дней. Понял. А 22-го числа считать? Ну, вот как считать? Какое попадает тут? Меня тут спрашивали, 15 дней. Там Рахиль, кажется, и спрашивала. Дата известна. Туда-сюда день какой-то никакой роли не играет. Никакой. Просто нам какие-то рамки даются, чтобы мы знали. Через 40 дней мытарство заканчивается. А 20-го числа считать? Ну, значит, 20-го. Сергей оставил по себе благородную память. Да. Сильный человек очень был. Да. Ну, вот вы сейчас выставляли сколько. Моя переписка с ним. Вы видели в интернете? Да, конечно, смотрел. Сергей Евтушенко, он так умудрился сделать. Я такого не видел никогда. Стрелка, кто кому говорит. Это вообще чудесно. А тут, кажется, Николай Астахов смотрит, где я вот и собирает. А я даже не слышу. Бывает, там человек заматерился. И он под контроль берет и все это размонтирует. То, что я говорю. И там не нужно вырезает и ставит. Сколько помощников Бог дает. И поэтому о врагах даже не вспоминаешь. А что? У них ничего нет. А нам сейчас Господь открыл вот эту новую область. Рулетка. Рулетка-то там ставят выигрывать. Какая-то жизнь душой играет. Но я рулетке об этой даже ролик составил. Это самое пакостное, которое я видал. Самое развращенное. Мир вам, Игнать Тихонович. Это Роман Фроликов. Добрый день, Роман. Давай. А вот, кстати, да, писали тоже в комментариях там другие люди к видео Дича Трулетка. Что пишут, что... Знаете, вопрос-то у меня какой. Что они пишут, что действительно непонятно. То есть у вас почти не отличается от того, как вы общаетесь без Чатрулетки. Потому что вот нет вот начала. Непонятно, как вот. Вот как раз, как сейчас мы читаем, как вот с сектантами, такими заблудшими людьми, как начинать с ними разговаривать. Вот это вот тоже очень важно. Это Роман. Я тоже начал делать, но только я перенес это напоследок. Там, расскажите о себе, заинтересуйте. Ну, а мы говорим сразу. Потому что человек... Все торопятся, как попы, будто бы. Некогда. Некогда. Я говорю, вот сегодня этот мальчик какой-то мусульманский попался. Такого не было еще. Вот такое умница. Ну, просто можно иногда тоже вот эти несколько секунд опять включать. Ну, чтобы люди как бы видели. Да. То есть не всегда отрывать вот это вот. Ну, понимаешь, мы вначале-то не отрывали подряд. И потом мелькает, говорится. И там бывает, только нас увидят. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мать-перемать там. И мы не можем не вырезать ничего. Мы тогда решили именно так. По-хорошему. Вот сегодня я с одним говорил, хорошее. Но потом он начал такое нести. И мне пришлось этот ролик весь уничтожить. Я отрезать не умею. И ладно, еще будут. И мы накаплим примерно, что по одному гигабайту было. А один гигабайт, это там где-то, ну, может, минут 28. В ролике хорошие будут. Мы опустились на дно адова. Ну, вот прислушайтесь, пожалуйста. Потому что иногда, ну, может быть, там, один раз в ролике, там, вот это вот все-таки показать, что ад, вот это показать все-таки, куда вы спустились. А то действительно, получается, непонятно, куда вы спустились. Вот как. Вот так. Ну, я уже, Роман, составил ролик такой, говорил. И людям, которые идут, я говорю неоднократно. Неоднократно, что это ведет, куда идет. Я об аде, я говорю, страхом спасайте другие, гнушаясь даже одеждой. Это о блудниках говорится. Я подхожу как, вот почему он раздетый, допустим, начиная говорить. То есть надо смотреть на обстановку. Я могу, конечно, в лобовую атаку, и он даже слушать не будет, уже и выключат. И так-то, даже по-хорошему говоришь. Один раз зашли, до того удивительно. Этого юношу встретили на 100 тысяч человек, он опять тот же самый вышел. Ну, а тут уже мы один ролик с ним только составили. Один, он один. А так бывает, человек 10 там понемногу. А этот один уже беседовали и беседовали. И он все записал. А другой заходит, о, кого я встретил, Игнатьевич, не знаю, как, я знаю про вас, потеряю. Таких уже встречали несколько человек. Я на вашем ютубе бывал, я бываю там, такое вот. А один раз с Володей вчера мы, или сегодня утром, включили. И она как-то система сделала так, что с нами разговариваем мы сами. Два окна, и в обоих окнах мы сами сидим. Так интересно. Ага, а может быть, вот как раз напарнице второй раз попали? Это когда, может быть, ночь была в России, как раз там, или как, что мало людей было. Может быть, из-за этого. И они сами на себя попали тоже. Я в подробности не вхожу. Это можно, конечно, предполагать. Зачем мне это? Ну, оно высвечивается сразу. Какая страна? Раздеты. А почему раздеты? Дай спать, ложись. Так и ложись, выключи, ложись. Чего ты перед экраном торчишь-то? Очень поганый этот ресурс. Но они, видишь, власти допускают это. Пускай, они все равно, они блудят. По крайней мере, они не будут на площадях выходить против Путина, там, или где-то против другого. Они тут копаются, как вши. Ну, еще замолкли-то. Вот, которые разбирали, какие люди есть. Вы как-то сделаете так, человек, который говорит вот так. Просто, ну, сцену такую для себя устраивайте. Это ты вот, бопис, я православный. Вот теперь ему отвечаешь. Каждое место Писания разбирайтесь, с каждым словом сродняйтесь. И вы увидите. Сейчас-то пробежали, и тебе не запомнилось. А тогда ты увидишь, как подобраны эти места Писания. Они раскрывают суть вопроса до последней точки. Его надо заучить наизусть. Когда берешь, видишь, ясно, четко написано, тетрадь. Надо определить человека, к какой группе он относится, какой вопрос больше всего интересует. Это работа. Не просто так. Я вот благовестник, я пошел, сейчас любому скажу, и подам Евангелие, и пошел домой. Нет, Ян Затауз говорит, чтобы душу обратить, нужны тысячи талантов. Тысячи. А чтобы крестить, ни одного не надо таланта. А они даже крестить не могут вообще. Потому что переговорено-говорено. А вот новенькие у нас появились, да? Может, у них какие-то вопросы? Пусть не стесняются. Макаров, да, Виктор? Кто появился-то? Сергей Павлович сказал, всем задавайте свои вопросы. Что стесняться-то? Я до чего сижу тут? Виктор? Да. Алексей? Кадушка Юра хотел спросить, микрофон у тебя не включенный. Ага. Слышно, нет? Чё-то барахлит. Да. Сейчас слышно стало. Да, давай, другие молчат. Ну, чё там, кто есть, так давайте вопросы-то. Опять, Бегра, у тебя отходит микрофон. Ага, сейчас слышно? Да. Игнатий Тихонович, такой вот вопрос. У меня внук семь месяцев, восьмой пошёл. Я вот подошёл к вере, поздно понял вот это всё. Был крещённый когда-то, ну, мочением. Но детей своих не привёл к вере. Только сейчас вот начинаю. Вот благодаря вашему каналу, благодаря... Микрофон отошёл опять. Благодаря каналу остановился ты. Нет, нет, не включил. Ну, пока ты там возраст с микрофоном, я расскажу разговор двух матерей. Одна жалуется, говорит, сын, говорит, от дома отбился совсем. Где-то там по ресторанам. Ну, у меня, говорит, всё хорошо. Вовремя ложится, говорит, и приходит, и это, и спать вовремя, говорит, и никуда не уходит. И нахваливает, сын такой хороший. Она, говорит, какой возраст? Она, говорит, семь месяцев. Он никуда не пьёт, говорит, не курит. Семь месяцев. Сейчас меня слышно? Да. Значит, сын своего сына, моего внука, хочет крестить. Я пытаюсь с ним разговаривать. Он меня не слышит. Положено крестить, я буду крестить. Я говорю, крёстный должен быть. Он где, какой крёстный? Где его сейчас найду? Какая разница, какой крёстный? Я-то понимаю, сейчас я вот понимаю. А остановить его не могу. Как отпустить ситуацию? Как вот быть? Сын не слышит меня. Никак. Только плакать. Никак. Только отойди в сторонку и плачь. Ваша вина. Один неверующий атеист, а детей в воскресную школу отправил. Обучается. А зачем ты их? Сам ты неверующий. Да, неверующий. Они подрастают. Они меня убьют. А так будут верующие, говорит. Я сейчас, говорит, от них спать ложусь, стулья, стол, дверям прислоняю. Он, их не в Бога верить, а чтобы они его не убили хотя бы. Вот и всё. Страшное дело, безбожник. Он на что угодно пойдёт. Бабка пустила внучку у нас в месте. Барнаульские газеты говорят. Она привела там каких-то шпануток где-то. Они бабку убили, деньги там поделили. А мать тут наняла какого-то азербайджанца, чтобы он помогал ей. Она пришла с подругами, матери-то нет. Она не знает, что это за народ, как к ним обращаться. Она на него начала кричать. Девчонка, лет 16. А он жил в летнем доме и что-то там строил. Так-то никаких казусов-то не было. Она начала, да ты, и таким словом нехорошим его назвала, как ругают мужиков-то где-то. А дальше никто не знает, что мать пришла вечером домой-то. Этой Наташки-то нет нигде. Она расцвела, она пошла в огород. То есть смотрит, валяется что-то. Она подумала, что что-то материя. Когда в руки-то взяла, это грудь отрезанная. Он ее убил и в туалет что ли опустил. А сам убежал. Ну вот мы в Барнауле живем. До Новосибирска доехал. Там на вокзале его уже забрали. Как разговаривать? Она его обидела. Он на полном серьезе это... Вот штрафбат показывает. Там парень спокойный такой. На фронте уже. Да я твою мать. А вот грузин, он сразу его за грудки. Какая моя мать? Да какое ты право имеешь? Да я просто сказал, никак. Он его в морду. Ну его в штрафбат, он там погиб. Надо ли гляди, да, оглядывайся. Что попало, ты не говори. Игнатий Тихонович, я могу быть крестным у внука своего? А почему нет? Можешь, конечно. Не может быть... Вот, допустим, она кто ему будет? Крестница и жена. Вот это не может быть. Ольга, когда крещение принимала, а она, видно, была из себя видная, и она понравилась императору греческому-то. Он к ней начал любезные шаги делать-то. Она говорит, я язычница. Ты как жениться-то на мне будешь? Надо крещение принимать-то. Но она говорит, я принимаю крещение, у меня крестного нет. Он говорит, а я буду крестным тогда. Ну, давай тогда. Когда крестным-то стало, она говорит, а крестный может жениться или нет? Нельзя. Он говорит, ну, ты, Ольга, хитрая, ты меня обманула. То есть он, получается, духовный отец, а на дочери жениться-то нельзя. Она была умная очень и провела. Как она первый раз познакомилась со своим там святополком, кто у нее муж-то был. Она работала перевозчицей, на лодке переплывала Днепр-то. Ну, когда до половины-то доплыли, то он начал к ней близкие шаги делать. Она говорит, ты, князь, ты зачем это делаешь-то? Ну, ты увидел, да, я красивая, то другое-то. Я же работаю. Ты сейчас ко мне полезешь, ты меня только на дне найдешь. Я сейчас за борт, и он сразу понял, с этой шутить нельзя. За себя постоять надо, сказать. Я не говорю, чтобы пристрелить его мало. Что замерли? Это никого нет или что? Виктор Алексей, новенький, у вас какие вопросы есть, к Игнатию Тихоновичу? У меня же ведущий есть, Роман. Вот интересно, вот говорят, что я поздно пришел, а у Бога нету поздно. Он говорит, и в 11-м часу он принимает. То есть, он к человеку приводит тогда, когда он созрел. Это мы рассуждаем за столом. А когда человек истинно принял, он понимает, все прогорело. Какие-то святы-то свежие дарить надо. А никто, что на помойке лежали 5 лет и поднял-то их. Кому ты их подаришь-то? И человек в совести своей мучается и говорит, так мной никто не нуждается, дети не нуждаются. Богу-то зачем такая рухлядь нужна? Он рассуждает по-человечески правильно. В 9-м часу. Это мы, когда знаем, считаем Писание. Он по совести делает, а не по Писанию. И совесть его мучает и не допускает. Из таких людей очень ревностные, когда он обратится, он ревностный, совестливый. Он плакать умеет. Евгений Тихонович, а вы вот это хотите проповедовать, вот это как и свидетели Еговы, да? И что? Не, не, я просто хочу узнать, то есть как план, вот это вы там, где люди, ну эти свидетели-то они по домам ходят, по домам, по квартирам. А вы, вот это, я хочу, ну, план для себя создать. Ну не пускать в квартиру-то, не надо, закрой дверь и не разговаривай. Не, не, я это понял. Я говорю, вы, вы, ваша работа, ваша работа, как вы вот это проповедуете? Не надо разговаривать-то. Вы их никогда не обратите, у них обращения нету, они как проданные сатане. Вам не надо с ними разговаривать. Игнать Тихонович, вы не поняли вопрос. Давай. Он задает, говорит, вот у свидетелей Иегова есть четкий план, как ходить по квартире, с каким человеком, как разговаривать там. А у вас какой план? Как вы это делаете? Ну как, вот так же и делаем, потому что это единственный план. Вот мы когда идем, говорим, так, мы из Потеряевки, православные христиане, вот уже мы обозначили. Так, у вас в доме Евангелия есть, нет? Мы проповедуем о Христе. На все про все, на одну квартиру нам две минуты отпускается. Две минуты. Мы должны в них вложиться. И дальше оставляем Евангелие. Так а что вы оставили? А что буду стоять-то? Там ответ дан. Первые апостолы, когда шли, они говорили, там, может быть, 10 частей из 12 забывалось, и ничего в руках нет. Мы доделаем-то больше, чем апостолы. Хотя результат у нас меньше. Они не могли дать, а мы можем дать Новый Завет. А они Нового Завета вообще не имели. Сегодня можем направить в церковь. А они шли, ни одной церкви нигде нет. Это все надо взять во внимание. Евангелие должно быть всегда себе. В сумочке держите, салопан закрутите, в карман. Где-то что-то бывает, украдут сумочку. Евангелие найдут, может быть, обратится человек. так. Спасибо, господи. Я в том смысле говорю, что говорят, когда поздно пришел, что мне уже там поздно что-то делать. Ну, уныние такое еще наступает. Отчаяние, уныние. Вот, якобы. А молодые, наоборот, говорят, ой, надо нам еще рано, там, мы еще мало знаем, мало умеем. В общем, вот так. То есть, каждое свое время, оно хорошо. Молодые не боятся, идут туда, куда пожилые бы, может быть, и не пошли бы лишний раз благовествовать. А пожилые более мудро поступают, уже знают, как с кем разговаривать, чтобы правильно услышал человек. Ну, вот, в рулетке-то беседуем, там процентов, наверное, 80 мусульмане. Русскоговорящие, а бывает, и не разговаривают. И вот убеждаешься, что я не знаю, ну, так примерно, думаю, на 80 человек мусульман, только один что-то знает, совершенно не знает свою священную книгу. Я говорю, вы совсем такие же, как православные, ничего не знают. Аллах, я говорю, называя книгу Коран, он даже произносить не знает, Аллах одно слово знает, и все. Молодые ребята, читал ты, что-то слышал, по-арабски, по-другому нельзя. Ну, а по-арабски это что он делает? Один таджик, другой узбек, третий азербайджанец, туркмен. Ну, разные же на языки-то, надо переводить на каждый язык. Они не переводят, нельзя, как у нас, церковнославянский. Его почему-то некоторые сирски называют, там умный такой, сегодня попался. Надо переводить на понятный, родной язык. тем не менее, они, когда видят верующих, я вот смотрю эти, YouTube, смотрю вот ваши ролики, мусульмане, сразу они осекаются, когда видят, что человек верующий, с почтением относится, не хамят, не грубят, уже сразу осекаются, сразу видно, что чувствуют вот эту, дистанцию какую-то, соблюдают. А русские сразу материться, начинают вот такой контингент. Вопросов после нету, ну и заканчивай, Сергей. Половимся. Достойно есть якова истину, блажить и тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога Нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу, Тебе величаем. Молитесь, Игнать 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 Всемогущий Создатель, Господь и Бог, мы пристали перед Твоим величием, чтобы во славе дивные дела Твои, как чудно провели мы сегодняшний день это Твое благоволение. Господи, продли еще мирное время, и труд наш, да будет угоден Тебе, найди новые души, коснись их сердец, сжалься над этой страной, которая потеряла своих детей, которые утопают во лжи и в разврате, вразуми их, наставь на путь истинный, а нас научи со смирением принимать все, что Ты, Господи, повелел чему быть. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.